С главными новостями этого дня в студии Валентина Чибичек. На Ямале расследуются обстоятельства крушения частного вертолета «Робинсон Р-66». Он исчез с навигационных приборов в районе острова Белый, куда направлялся в составе комплексной экспедиции по следам двух капитанов. Останки вертолета были обнаружены тремя поисковиками, выехавшими на место аварии. Как оказалось, вертолет совершил жесткую посадку. Три человека, находившиеся на борту, погибли. 18 апреля. Вечером три вертолета «Робинсон Р-66» взлетели над Амдермой. Они держали путь к острову Белый – одной из точек маршрута комплексной экспедиции по следам двух капитанов. По информации МЧС, при подлете к острову ухудшились погодные метеоусловия. Два вертолета улетели в поселок Сабета, а один ушел на разведку местности. Через некоторое время с ним была утеряна связь. Он пропал на спутниковой карте, где отражался трек авиасудна. Вертолет, который потерпел крушение, был одним из трех в полярной экспедиции по следам двух капитанов. Это была очередная экспедиция по поиску следов пропавшей в 1914 году шхуны капитана Брусилова «Святая Анна». Экспедиция стартовала в 2010-м. За три года работы удалось найти останки и личные вещи людей команды Брусилова. Нынешнюю поездку было решено посвятить установке спутниковых радиобуев на последних известных координатах шхуны, пропавшей во льдах Арктики почти сто лет назад. В этом году по этому красному маршруту мы полетим абсолютно самостоятельно. За прошлый год мы смогли подготовить топливные базы на острове Белом и на острове на мысе Желаний «Новая земля». Идем абсолютно автономно. Идем по тому маршруту, по которому летали в принципе летчики 1937 года. Экспедиция стартовала 18 апреля из Москвы. Дневник полета на своей странице в Фейсбуке вел Михаил Фарих. Каждый день он выкладывал новые фотографии и комментарии о ходе экспедиции. Вот они сидят в Рыбинске, а вот летят над Угличем. За треком путешествия можно было наблюдать в режиме онлайн на навигационной карте. Сделали путешественники остановку и в Нарьенмаре. Потомственный летчик Михаил Фарих даже нашел на стенде в аэропорту своего деда. Он числится среди покорителей полярного неба. Сам Михаил сел за штурвал, когда ему минуло 50, а уже через 5 лет совершил два сложнейших перелета. В 2013 году на вертолете «Робинсон» он первым в мире покорил Северный полюс, совершив сверхдальный полет по маршруту Москва-Воркута-Земля-Франца-Иосифа. В том же году он совершил кругосветное путешествие. За 45 дней Михаил и его спутники на двух вертолетах преодолели 40 тысяч километров. Про командира экипажа Алексея Фролова известно немного. Он был генеральным директором компании «Мириталь». Третий член экипажа Олег Продан имел свидетельство пилота-любителя вертолета. Был действительным членом Русского географического общества, почетным полярником России. В 2013 году стал директором национального парка «Онежское поморье». Вообще он человек был очень увлеченный, влюбленный в природу севера. А очень человек был влюбленный в Арктику. Очень любил авиацию. Вот вертолеты, самолеты, вот то, что связано с техникой. Он вышел в отпуск официальный, потому что эта работа не связана как бы с его деятельностью на посту директора национального парка. И, в общем-то, это, так скажем, энтузиасты, которые решили раскрыть тайну экспедиции вот этой школьной святой Анны. Увы, экспедиция так и не закончилась. В качестве версии произошедшего рассматриваются в том числе ошибка пилотирования, погодные условия и техническая неисправность вертолета. Робинсоны Р-44 и Р-46 признаны в 2015 году самыми продаваемыми вертолетами в мире. В 2015 году компания «Робинсон» произвела и поставила своим клиентам 347 вертолетов. Их популярность объясняется характеристиками, которые позволяют летать в любых точках планеты. Небольшой вес, мощный двигатель, довольно вместительный и выносливый, потребляет немного топлива. Это подтверждает и президент Федерации любителей авиации России Николай Мазурин. «Робинсон» – это достаточно надежный, очень серьезный вертолет. Катастрофы бывают всегда. Такой вопрос, что в этой катастрофе надо разбираться, никто не знает, почему он упал, какие причины на следственные связи. То ли это отказ техники, то ли это, я могу сказать, неправильное топливо, то ли это неправильное пилотирование. Никто это не знает сегодня. Этим будет заниматься комиссия. Также расследование будет вести Следственный комитет Ямало-Ненецкого округа. По факту украшения вертолета «Робинсон-Р-66» и гибели трех человек ведомство возбудило уголовное дело. Валентина Чебичик, Антон Водряков, Владислав Носкин, Телеканал «Север».